всем привет мои дорогие я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня не только слышать но еще и видеть сегодня у нас именно такого формата видео обзор ну не то чтобы обзор а разбор полетов по каналу ольга уралочка life и это наверное уже дубль 2 потому что дубль 1 был у галинки-малинки это по поводу левых аккаунтов ребят на самом деле я все больше и больше пребываю в шоке от таких людей которые уже просто не знают границ это нужно создавать левый аккаунт галинки малинки написывать гадости я один комментарий сейчас здесь вот подыму который был написан под шортом моей дочери под шортом девочки которые вообще блогерство не имеет абсолютно никакого отношения и вы почитайте почитайте с какого аккаунта написано я когда читаю комментарии ребят я иногда даже что вам сказать и не вижу у меня иногда бывает вот просто как юзеры да вот как то вот смотря с какого телефона и здесь я просто увидела аватарку аватарку и подумала странный какой-то комментарий я конечно же конечно же сразу же зашла на youtube для того чтобы посмотреть что это такое потому что я поняла что написано не отгали этот комментарий сто процентов не отгали и да помимо этого комментария еще была куча грязи на моем канале и точно такие комментарии как были и угали что денег нет да просьба денег дайте денег это уже до чего доходят люди ребят до чего уже доходят это настолько у них там уже в пятой точке горит что они создают левые аккаунты и думаете ребят мы не понимаем чьих это рук дело конечно же понимаем это тех же рук дело которые нам почту всю закидывали гадостями где нас там готовы были туда сюда вдоль и поперек вырезать семью и прочее и куда нам отправляли порнографию мы все прекрасно понимаем но знаете опуститься уже до такой низости это уже я не знаю ребята таким надо быть хотя что здесь удивляться я естественно на этот канал пожаловалась я отправила жалобу с описанием жалобы конечно же галинка малинка тоже пожаловалась с описанием жалобы и я надеюсь этого аккаунта уже нет ну и уже было уже было такое и не только на галинку на меня тоже создавались аккаунты не только на меня но еще даже на моего мужа до представляете это оказывается уже настолько задавило до зеленая квакающая огромное что уже даже доходит до этого хочу еще сказать то что мы обзорщики как бы мы не обозревали чтобы мы не говорили мы никогда не позволяли себе заниматься такой дикостью ну потому что наверное у нас наши головы думают не так как у этих может быть это и правда сафарчик зависит от воспитания ты же все время говоришь о воспитании но видимо у вас воспитание просто ноль да собственно так и есть о каком воспитании может идти речь ну а дальше я хочу немного зацепить тему приюта мои зрители мои подписчики как раз меня просили об этом вы знаете я уже говорила что я заходила в группы вконтакте и как раз одна группа и есть по моему этого приюта или этой организации да и я видела там что вот приезжают в гости до проведать собачек привозят там корм там деньги и эта группа выкладывает посты то есть посты якобы с отчетом что вот определенные люди пришли поиграли с собачками там привезли подарочки точно так же и у нас тоже наших приютах в беларуси если приезжает кто-то и привозит что-то там корм неважно кости крупы и прочее то если сами люди не желают фотографироваться просто фотографируют то что привезли и пишут благодарность называют имена там без фамилии но здесь я вот посмотрела ребят я не увидела абсолютно ничего ни в одной группе которая типа как рекламная группа ривды по бездомным животным не в этой организации прошу прощения часы ничего не могу с этим поделать и я не увидела ничего и как это так получается они приехали несколько вольеров показали их туда не впустили сказали оставить нет я не исключаю того что они могли где-то оставить там что-то но точно так же не могли и не оставлять снять на камеру забрать и умотать ну типа знаете там никого не было мы ничего не завезли ну мы ждали ждали не дождались но они при этом снимали видео опять же неужели могут настолько низко опуститься чтобы приехать хайпануть и уехать ну как то опять знаете вот до моего мозга это не доходит ну может потому что я совершенно в другая в этом плане и я сколько раз ездил в приют да и и вы знаете также мне много раз приют выходил на помощь потому что как бы тоже когда пытаешься спасать бездомных животных и находишься в ситуации когда ты не можешь ты не имеешь возможности не имеешь сил и также приют помогал сколько раз мне и и здесь для меня вот эта вот ситуация с уралкой совершенно непонятно совершенно непонятно и поэтому вот я как-то возмущена как-то так оставили каких-то собачек показали попищали повизжали возле вольеров эти собаки там и лаяли и разрывались и никто не вышел хотя я могу понять если в приюте действительно никого нет такое тоже бывает такое тоже бывает что волонтеры отлучаются и бывает что они там находятся и все находятся кто там работает да и не знаю я ребят что здесь сказать я надеюсь как мои зрители мне написали что моя вот это вот напоминалка приютная все-таки да урал очки даст как-то толчок чтобы нам объяснила она и урал очка нам объяснит что ей сказали в приюте как ее поблагодарили а то прям ни слова ребят они завезли да получается и все им сказали оставить они якобы умотали поэтому урал очка ты нам правду рассказывай хватит уже вранья и хватит заниматься тем чем вы занимаетесь или вы решили что с почтой вам уже опасно да как-то работать против нас с галинкой малинкой и вы решили создавать аккаунты знаете но я конечно же не удивляюсь вашей низости вашей мерзости вы ни на что не способны кроме вот такого да вот такой вот гадости но неужели уже настолько вы докатились что уже идете на такое фу хотя всегда вы были фу как ты сафарчик терпеть не любишь как я говорю фу только у тебя не получается у тебя по-бабски получается да да сафарчик именно так в общем правильно галинка малинка сказала что тебе бы сшила урал очка сарафан был бы сарафан сарафанович и было бы просто замечательно да как ты говоришь и пальчики свои целуешь сиди уже жри со своей бабкой и не позорься не позорься потому что уже и так опозорен на весь белый свет опозорен тем что готов все терпеть все ради гражданства квартиры и даже пять лет тусоваться рядом с женщиной которая в мамы годится вот это да позорище мои дорогие пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю и на этом я буду заканчивать и прощаться с вами всех вас обнимаю всем пока пока